А теперь к другим темам. В Прикубанском сельском поселении прошел военно-спортивный турнир среди патриотических казачьих клубов и объединений, посвященный памяти нашего земляка-десантника, старшего лейтенанта Павла Ступина. В соревнованиях приняли участие 18 команд Краснодарского края. Подробности в следующем материале выпуска. Впервые военно-спортивный турнир памяти нашего земляка-десантника, старшего лейтенанта Павла Ступина был проведен в 2012 году. В этом году он проходит уже в пятый раз. В нем приняли участие около 120 ребят, занимающихся в военно-патриотических казачьих клубах и объединениях из Славинского, Тимошевского, Красноармейского районов, а также города Рязани. Хочется отметить высокий уровень патриотической работы тех, кто присутствует сегодня на нашем мероприятии и пожелать, чтобы молодое поколение, которое присутствует здесь и находится в ваших образовательных учреждениях, всегда росло только в духе защитников нашей Родины. Инициатором проведения турнира выступили славянские десантники. Многие уже в отставке, но служить Родине не перестали. Сейчас перед собой они поставили новую задачу – воспитать подрастающее поколение, знающее историю своей страны, свои корни. Поколение, которое будет помнить и чтить память павших героев, таких как Павел Ступин. Он погиб в августе 1999 года. Его батальону пришлось принять неравный бой с бандами Хаттаба и Басаева, которые стремились объединиться с боевиками из Дагестана. Они не пропустили банды Хаттаба на территорию Дагестана. Многие не понимают, что они сделали. Они предотвратили более сильную войну и не выполнили тесной жизни. Там у нас погибло почти 24 человека. Я считаю, что вот эти мероприятия, которые мы проводим, они должны проводиться постоянно, чтобы помнили, в честь кого это мероприятие, в честь кого получил медаль, или кубок, или команда. И чтобы они старались, стремились, чтобы быть такими. Если они будут стремиться, они будут себя готовить. Физически, морально. А остальное потом можно все преодолеть. В прикубанском сельском поселении, откуда Павел Ступин был уродом, установлен памятный знак с его именем. Участники соревнований возложили к мемориалу цветы. Среди почетных гостей турнира была сестра павшего героя Наталья Гончарова. С момента гибели Павла прошло 18 лет. Но в ее сердце он так и остался 23-летним, веселым, добрым и отзывчивым старшим братом. Он был старше в семье, вся ответственность была на брата. Он помогал также и по хозяйству, и финансово родителям помогал. Привозил родителям подарки на свои собранные деньги. Всегда был экономный такой. Всегда думал наперед за всех, можно сказать. У нас пять детей в семье было, он старше. И за всех он считал себя в ответе. Важно в том, чтобы это не повторилось. Вот эта чеченская война, даже любая другая, чтобы она не повторилась, и чтобы наши парни росли, создавали свои семьи, работали. Самое главное вот в этом заключается, чтобы не было больше войны. Соревнования памяти Павла Ступина проходили в несколько этапов. Историческая викторина на знание истории ВДВ, снаряжение магазина, метание гранаты и ножей на меткость, стрельба из автомата, военизированная эстафета, разборка, сборка автомата. В каждой команде по шесть человек. Задача участников – пройти без ошибок и за максимально короткое время все этапы соревнований. Команда «Юный десантник» и школа номер пять «Славинска-на-Кубани» со всеми заданиями справилась достаточно хорошо. Если бы не предвиденные обстоятельства, результат мог бы быть и лучше. Уверены ребята. Приехали с хорошим настроением. Команда вроде не жалуется на результаты. В принципе, нормально для своего статуса выступили. Были сложности с ножом и с автоматом. Автомат не смазанный чуть-чуть был. Пружина заедала. Ну и нож. Один раз только попали в пять и все. Больше ничего не было такого больше. Остальное все хорошо. В соревнованиях приняла участие и команда из города Рязани. Как признались ребята, многие из них собираются поступать в Рязанское десантное училище. Участвовать в турнире памяти героя ВДВ Павла Ступина для них вдвойне ответственнее. Это город, то что мы можем поучаствовать в таких соревнованиях и прославлять имя наших героев, которые положили свои головы за то, чтобы мы жили. После окончания соревнований перед ребятами выступили разведчики 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии города Новороссийска. А после наградили победителей турнира. В этом году кубок с собой увезли воспитанники военно-патриотического клуба «Будущий воин» школы номер 29. На втором месте команда «Казачий класс», 48-я школа. На третьем – военно-патриотический клуб «Вымпел». Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александр Тимовская. Программа «События».